Всем привет! Вот и прошел первый месяц зимы, и очень бы хотела рассказать вам самое интересное за январь 2021 года. Ольга Бузова отметила свое 35-летие. Несмотря на расставание со своим возлюбленным Давой, Оля феерично отметила свое день рождения. И самое шокирующее это платье. У звезды российского шоу-бизнеса оголена спина и ягодица в форме сердца. Дизайнер этого платья Арти Дизайн. Эта бренд одежды создает танцевальные платья, вечерние платья и конечно же костюмы. Это просто невероятной красоты платья. На странице в инстаграме Арти Дресс вы можете это наблюдать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гуара Витисян известный визажист России. И она известна не только в России, но и в других странах мира. Январь для нее был немного тяжелым, так как она переболела коронавирусом. Но несмотря на это, она с королевским размахом отметила корпоратив со своими сотрудниками. Если вы заметили, то вечеринка была в Total Black. Все в черном. Димаш известный казахстанский певец с миллионной аудиторией выступил на инаугурации Джо Байдена в президенты Америки. Это первый случай за всю историю отношений США и Казахстана, когда участие на нем принял известный казахстанский певец, а именно Димаш Кудоберген. На нем Димаш исполнил казахскую народную песню «Самалтау». 34-летняя Леди Гага стала звездой инаугурации президента США Джо Байдена. Во время церемонии Леди Гага вышла к присутствующим в сдержанном, но эффектном аутфите. На артистке было роскошное черно-красное платье с пышной юбкой. Украшала все это брошь с золотым голубем с веточкой в клюве, символ мира. Дизайнер этого платья – дом моды имени Эльзис Киапарелли. Это очень экстраваганный дизайнер из 20 века, которая была соперницей Коко Шанель и другом Сальвадора Дали. Прошли годы, а этот дом моды отстался верен своему почерку. И это вы можете заметить в их инстаграме. Честно говоря, я в восторге от их изделий. А вы? Пишите ваши комментарии. Вы за сдержанные вещи или же вы за экстравагантность? Честно говоря, я за экстравагантность. Все вы знаете известного Карла Лагерфельда, который ушел несколько лет назад из-за болезни рака. Если вы знаете, то Карл Лагерфельд возглавлял бренд одежды Коко Шанель. Так как его не стало, то известный его друг и охранник Себастьян Джондо выпустил книгу, в которой он рассказал о жизни Кутерье и о его борьбе с раком. Название этой книги от Себастьяна Джондо называется так «Как поживаешь, дорогой Карлу». После того, как умер Карл Лагерфельд, Джондо стал амбассадором бренда Карл Лагерфельд и снялся в нескольких его рекламных кампаниях. Если вы знаете английский язык, то вы можете досмотреть это видео до конца, потому что в нем будет очень интересное интервью самого этого Себастьяна Джондо, в которых он отвечает на вопросы, как в плане себя, так и в плане известного Карла Лагерфельда. Надеюсь на то, что вам это видео понравилось. Если это так, то поддержите меня, конечно же, лайком, пишите мне ваши комментарии. Очень скучаю по вашей активности, поэтому я безумно буду благодарна за вашу поддержку и, конечно же, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok